Всем привет! С вами Маханева Наталья Канадоса сразу. И сегодня я буду готовить рыбные котлеты. Рыбные котлеты из путасу. С хребетиком, с костями. Первый раз такое буду делать. Не знаю, будут ли мои есть. Очень сомневаюсь. Значит, что для этого нужно? 800 грамм путасу. У меня упаковочка такая была. Маленький кусочек сальца. Пару головок лука небольших. Но также в процессе я покажу, что еще нам потребуется. Мука, манка, соль, перец, масло для поджаривания котлет. Но это, сами понимаете, все элементарно. Значит, в первую очередь, что мы делаем? Рыбка подтаяла. Теперь убираем голову, кишочки. И встретимся дальше. Чуть позднее. Также параллельно убираем хвостик и плавнички. Плавнички на спинке и на брюшке. Черненькую пленочку снимаем. И промываем рыбку. Не так много уж у меня и рыбки-то получилось после чистки. Мусора получилось больше. Так как я уже сказала, промываем и просушиваем рыбку. После этого занимаемся уже непосредственно измельчением. Почистив рыбу, я не поленилась ее взвесить. Мой цверг очень любит рыбку. И караулит прям. От 800 грамм, вышеназванных, осталось 446 грамм. Принято было судьбоносное решение. Мы добавили одну большую картошку и три небольшие долечки чеснока. А вот теперь вот тут начинаем уже крутить. Два раза. Используем мелкую сеточку. После того, как я прокрутила второй раз, масса стала очень приятная на ощупь. Даже как-то стала плотней. Так, теперь добавляем столовую ложку манки, соль, перец и оставляем минут на 10-15. Вот такая эластичная. Ай! Камера у меня не держится. Эластичная масса получилась. Немножко постояла. Теперь мы разогреваем сковородку, формируем котлетки. Я буду обваливать их в манки. И жарить на небольшом количестве масла. Фарш очень удобный, как я уже сказала, в пластичной формовке. Но немножко жидковат. Приступаем к жарке. Сначала на сильном огне. Мне, конечно, надо было сделать в двух сковородках или в два захода. Но я так спешила, мне нужно было уместить. Поэтому у меня немножко корявенько получаются котлетки. Перевернула, сделала на минимальный огонь и оставляю минут на 20. Накрываю крышечкой. Ну что, наши котлетки готовы? Котлеты из путасу. С костями и салом. Немножко из-за моей лени они получились неказистые. Надо было, конечно, в два захода их пожарить. Ну что, приступим к дегустации. Котлетки достаточно сочные. У меня, после того, как я перевернула на другую сторону, постояли под крышечкой на тихом огне они 15 минут. Я уже попробовала за кадром. Несмотря на кажущуюся рыхлость, котлеты очень приятные на вкус. Я не почувствовала у них косточек. Но на мой вкус я бы с удовольствием съела их с хлебушком, с майонезиком в холодном виде. Себестоимость одной достаточно крупной котлеты, если считаем, что 79,99 стоила 800 грамм рыбы, прибавляем к этому столовую ложку манки. Нет, манки ушло больше. Плюс одну картофелину, картофелину или картофелину, короче, одну картошку, две головки лука, чесночок и кусочек сала. Я не знаю, сколько сейчас стоит сало, поэтому я его не буду высчитывать. А если без сала, то себестоимость одной котлеты выходит 15 рублей. На мой взгляд и вкус по нынешним временам, если считать экономный вариант, очень даже неплохо. Всем рекомендую котлеты с потасу, с костями. Но единственное, что я бы хотела сказать, что из этого количества получается достаточно мало фарша. И удобнее делать, брать несколько упаковок, допустим, 3-4 упаковки и делать большое количество фарша, делать заморозку. Это было бы интересно. Включил телевизор, спокойно разобрал, обработал рыбу, налепил, убрал и уже полуфабрикат готовый. То есть, как экономное меню, проще брать несколько упаковок и готовить из большего количества. Всем до скорой встречи. С вами была Маханева Наталья. Канал «Се сразу». Путасу с костями. Котлетки из путасу. Путас тик. Путас тик. Продолжение следует...